В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Концепция умного города, в чем она актуальна для Бреста и какие проекты помогут ее реализовать. Лариса Осмолович разбиралась в тонкостях перспективной системы градостроения. В центре внимания результаты работы подразделений за 2016 год, вопросы служебной дисциплины, а также задачи на 2017-й Анастасия Стропко с главными тезисами оперативного совещания Следственного комитета Брестской области. 15 лет опыта и поддержки. Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала в учебной лаборатории юридической клиника при Брестском государственном университете имени Пушкина и узнала, что значит помогать нуждающимся безвозмездно. Об этом и не только прямо сейчас. В Бресте будет реализован амбициозный проект «Симбио Сити» – проект умного, экологичного, удобного для жизни города. Идея создать в Беларуси эко-город, по примеру, европейских коллег, появилась уже давно. Велся поиск идеального региона для ее реализации. Был объявлен конкурс, и только руководство Бреста с интересом и энтузиазмом восприняло предложение, согласившись опробовать технологии в областном центре. Сегодня можно утверждать, что Брест в «Симбио Сити» станет одним из стратегических мероприятий национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года. На этой неделе в городе над Бугом прошел семинар-тренинг, главная тема которого – внедрение концепции «Умный город» на примере шведской модели «Симбио Сити». Участие в нем принял чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Беларуси Мартин Оберг. Смотрите специальный репортаж наших корреспондентов. Город с вековой историей. Один из старейших и одновременно самый молодой белорусский регион. Город Брест практически всегда первым откликается на перспективные международные инициативы, становясь пионером во многих начинаниях. Быть умным белорусским центром – почему бы и нет? Тем более этот шаг позволит продолжить многие начатые ранее проекты. Присоединение к добровольной инициативе Евросоюза соглашения мэров по энергии и климату, направленной на сокращение выбросов парниковых газов. Многие мероприятия реализованы коммунальными службами города. Мы промоделировали вообще те стандартные механизмы, которые используются в компоненте Симбиосити, посмотрели, что это из элементов может быть имплементировано в городе Бресте. И действительно были определены такие приоритеты, как водоочистка, строительство велодорожек, развитие зеленого мобильного транспорта, энергетика и биологическое разнообразие. В качестве такого пилота у нас стоит строительство парка, нацпарка тысячелетия города Брест. Мы, конечно же, подвели наше мероприятие, в том числе и к этому событию 2019 года. Руководитель области Анатолий Лис на встрече с шведским дипломатом подчеркнул, что выработанная концепция умного города даст новый толчок к социально-экономическому развитию региона. Данное направление является перспективным. Отрадно, что пилотный проект экологического привлекательного города будет реализован именно в Брестской области, как я говорил, и в городе Бресте. Ну, хотел бы упомянуть, что мы также активно участвуем в реализации инициативы «Зеленая экономика». В области возводится энергоэффективное жилье, переводится на газовое топливо автомобильный транспорт, используются альтернативные источники энергии, модернизируется мусороперерабатывающий завод. Также мы рассматриваем различные проекты, это применение и замена фактически у нас на сегодняшний день на жидком топливе, котельных и котлов, значит, имеется в виду для отопления предприятий, организаций, учреждений в социальной сфере нет. Они все переведены у нас либо на природный газ, либо на щепу, которой у нас также достаточно в Брестской области, и мы используем как и пилеты, так и щепу для производства тепловой энергии. Основой вот этого симбио-сити в городе Бресте за основу мы приняли парк Тщелетий в Юго-Западе Пятом. Мы хотим на основе вот этого парка за счет бюджетных денег, мы уже сделали проект архитектурный, вот до 2019 года мы вложим туда больше 100 миллиардов, ну, я говорю, в старых деньгах, и сам парк сделаем. Но чтобы этот парк интегрировать в город, то есть соединить его транспортными, вело, там, культурными, социальными связями с центром города, чтобы люди потянулись от центра сюда в спальный район, чтобы мог спальные районы, вот, пять микрорайонов наших больших отдыхать там, вот для этого и служит вот эта концепция, этот симбио-сити. Мартин Оберг отметил, что шведские эксперты готовы оказать помощь в реализации проекта, ведь симбио-сити – разработка шведских ученых. Она была успешно опробована на местных населенных пунктах и сейчас используется в качестве экспортного товара и предназначена для создания устойчивой городской среды в любой стране мира. Особенностью программы является внедрение новейших технологий, сбережение природных ресурсов и переработку отходов. Симбио-сити – это на самом деле концепция, это не то, что мы как-то продадим симбио-сити вам. Это симбио-сити – это концепция, где на самом деле вы выбираете те части нашего опыта, которые вам подходят. И у нас много общего, потому что, ну, климат довольно суровый. У вас, как у нас, есть тепловесити в городах, например. Это очень энергоэффективное решение, если правильно это сделано. Так что это тоже возможность, где мы можем найти, ну, опыт, где мы можем что-то… Учить соприкосновения. Подход к таким вопросам, к решениям вопросов с белорусской стороны, где они могут, ну, спокойно с этим работать, именно интегрировать разные системы. Интегрировать системы транспорта, интегрировать системы, ну, ЖКХ, отопление и так далее. Чтобы они вместе работают, чтобы загружение на окращающие среды было как можно ниже. Стоит отметить, что шведы уже много лет активно вкладывают в экологические проекты, не считая траты глупыми или нерентабельными. В Бресте первым пунктом программы будет модернизация очистных сооружений, которая уже началась. С 2000 года предприятие «Брестводоканал» успешно реализует международные экологические проекты к модернизации очистных сооружений города. 1 ноября 2016-го подписано контрактное соглашение между «Брестводоканалом» и генеральным подрядчиком «Чешская фирма» и «Метростав». Сегодня разрабатывается проектно-сметная документация. Для города Бреста водочистные сооружения являются, наверное, самым проблемным. И есть периоды в течение года, когда эта проблема обостряется. Что-то уже сделано городскими властями. И мы надеемся, что реализация с помощью нашего проекта «Симбио-сити» дополнительных мероприятий позволит избавить от этой проблемы граждан. В настоящее время в первую очередь стоит реконструкция очистных сооружений, накрытие полностью механической всей очистки. Это в первую очередь для города, чтобы не было запаха. Это полностью удаление запаха. И очистка сточной воды до требований национальных норм наших. Кредиты выделены, займы есть. Дело сейчас только идет проектирование. И с июня месяца начинается строительство очистных сооружений и реконструкция. Мартин Оберг на встрече с руководителями коммунальных служб подчеркнул, что внедрение концепции «Умного города» в Бресте поможет многим инициативам стать рентабельными уже через 2-3 года. Главное здесь – это не отдельные проекты или индивидуальные проекты, где есть одна идея. Это интеграция разных сфер. Например, с мусором мы получаем биогаз. С биогазом мы употребляем топливо для автобуса, чтобы снизить количество машин на дороге и так далее. Так что это на самом деле интеграция разных сфер. В «Умном городе» все должно функционировать по-умному. А для этого необходима система. Система движения общественного и личного автотранспорта. Функционирование светофоров, чтобы минимизировать выбросы в отдельных районах, где сконцентрировано наибольшее количество транспорта. Первый замминистра на семинаре-тренинге также сообщил, что создана зеленая карта Бреста, где обозначены горячие точки на территории города. Речь идет и о промышленных объектах, и о точках концентрации транспорта. Также в областном центре будет создана система велодорожек. Если обобщить все вышесказанное, «Симбио-сити» – это сеть решений, основной целью которой будет создание благоприятной и комфортной зоны проживания для людей. В территории города Брест и вообще Брестской области есть очень хорошая потенциальная возможность. Это и увеличение населения, это и создание каких-то дополнительных мест для проживания, то есть и плюс рабочие места. Самое главное, что мы делаем, мы делаем даже не столько ради экологии, сколько для людей, чтобы нам было куда сходить утром, куда пойти вечером. В рамках визита в город Брест чрезвычайный полномочный посол Швеции в Беларуси Мартин Оберг встретился со специалистами Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Состоялся конструктивный разговор с руководством свободной экономической зоны Брест, в рамках которого стороны постарались определить шаги по улучшению дальнейшего сотрудничества. А также посетил фирму «Свитпамп», специализирующуюся на продвижении на белорусский рынок новейших технологий Швеции в области водоснабжения, водоотведения и водоочистки. Иностранное предприятие «Кондор», принадлежащее шведской международной холдинговой компании, также оказалось в зоне внимания дипломата. Предприятие, стабильно работающее на Брестском рынке, достаточно успешно и прибыльно. Начинали мы с малых объемов, начинали с малого оборудования, у нас была одна мешалочка, потом прирастали, прирастали потихонечку и немножко вышли на теперешний уровень. И какой сегодня уровень, какие объемы? Объемы, но я вам скажу, что при нынешнем штате мы могли бы выпускать свыше, так вот, средняя загрузка, свыше 7 тысяч тонн. Куда поставляете продукцию? Какие рынки сбыта у вас задействованы? Основной рынок сбыта – это у нас, конечно, Беларусь. Есть продукты, которые выпускаются на Украину, на Россию, поставляются. Это небольшой объем, но, тем не менее, оно присутствует. Визит чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Брест был достаточно насыщенным и, что немаловажно, продуктивным. Наметились точки соприкосновения по многим сферам и областям. Визит чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в Республике Беларусь Мартина Оберга имел и культурную составляющую. Впервые в Бресте прошел День шведского кино, в рамках которого брещанам была представлена выставка под названием «Один на один с природы», а также показан художественный фильм. В файе кинотеатра «Беларусь» в этот день было многолюдно. Увидеть работу шведского режиссера под интригующим названием «Столетний старик, который вылез в окно и исчез», пожелали многие. Интерес подогрел анонс к фильму, озвученный чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеции в Республике Беларусь. Мартин Оберг поприветствовал зрителей кинопоказа. Советным словом выступил заместитель председателя Брестского горосполкома Сергей Жуков. Несмотря на то, что наши страны разделяют море и достаточно большое расстояние, у нас очень много общего. Прежде всего, мы живем в одном большом сообществе, что называется Европа. У нас есть достаточно тесные, хоть и небольшие, пока я надеюсь, экономические связи. И сегодняшний день показ шведского кино, я уверен и надеюсь, станет одним из возможностей расширения и культурных связей между нашими странами. Первые минуты фильма заинтриговали искушенную публику. Далее по реакции зрителям можно было понять, ироничная комедия пришлась по душе. Помимо знакомства со шведским кинематографом, у гостей была возможность полюбоваться творческими работами скандинавских и белорусских художников. Тема «Один на один с природой» нашла отражение в карикатурах. С их помощью были переданы те или иные аспекты, волнующие человечество не один десяток лет. Юмору тоже нашлось место. У нас совместное чувство юмора и искусство карикатуры очень живое в Беларуси. Я думаю, что там, если вы внимательно посмотрите, там видно даже разница. Видно, что в Беларуси произошли такие очень печальные экологические катастрофы, как в Чернобыле. Потому что там немножко серьезнее, чуть тяжелее относятся к таким вопросам в Беларуси, но немножко полегче. День шведского кино в новинку для брестской публики. И судя по тому, как были восприняты и фильм, и выставка, можно смело судить об интересе горожан к желанию дальнейшего знакомства с особенностями такого государства, как Швеция. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Обильные снегопады, резкое усиление морозов и порывистый ветер. Все это наблюдали брещане в течение недели. Скандинавский антициклон Эрика дал о себе знать в полном объеме. Высота снежного покрова в городе значительно выросла, что бесспорно не могло не сказаться на настроении брещан, торопящихся с утра на работу и, конечно, автомобилистов, которые в буквальном смысле выкапывали свои авто из сугробов. Однако нисколько это положение не испугало коммунальников, а также представителей служб МЧС, ГАИ, скорой помощи. Благодаря слаженности и оперативности противостоять стихии все же удалось. Давайте вспомним, как это было. Целую неделю брестский коммунальник работал в усиленном режиме. Центральные пешеходные улицы города, магистрали, спальные и отдаленные жилые районы полноценной уборкой. Город был охвачен в полном объеме. Было задействовано свыше 70 единиц спецтехники коммунальных организаций. Бороли со снежной стихией пескоразбрасывательные машины, погрузчики, тракторы, грузовые автомобили. Проверку на прочность прошли не только машины, но и люди. К большой уборке были привлечены около 700 дворников. Эта зима, конечно, не сравнима с прошлой. Потому что в прошлом году, я скажу для сравнения, мы высыпали все 12 тысяч тонн песко-солярной смеси. В этом году уже больше 20 тысяч тонн. Ну и на прошлом году было больше, не более двух недель таких снежных. В этом году практически с 1 декабря. Интенсивно работала и госавтоинспекция. Усиленный вариант несения службы стал верным спутником работы сотрудников ГАИ. В дни, когда не нас, на Эрика правило бал. Серьезных транспортных коллапсов не возникало. Проезжаемость была обеспечена. Однако аварии, возможно, из-за неготовности водителей к сложившимся погодным реалиям, были. Причины разные. Несоблюдение, в первую очередь, это дистанция между транспортными средствами и неправильный выбор безопасной скорости движения. То есть, ну понимаете, что некоторые думают, раз у меня на автомобиле установлены шины зимнего типа, значит, у меня будет хорошая проезжаемость, и он сможет своевременно остановить свое транспортное средство. Как показала вчерашняя статистика, к сожалению, это не так. Поэтому немножко нужно рассчитывать свои средства и в том числе учитывать технические характеристики вашего автомобиля. Плюс ко всему, вы можете соблюдать правила дорожного движения, вы можете быть предельно внимательны и осторожны, но вы никогда не знаете, что с вами может произойти, как говорится, позади. Если на транспортных артериях города ситуация сложилась непростая, в больницах картина иная. Полупустое приемное отделение Брестской областной больницы – неплохое подтверждение того, что даже резкое похолодание, уверенный минус на столбике термометра и опасный гололед, не сломили дух закаленных брещан. Медики констатируют, пика по обморожению и переохлаждению не зафиксирована, ситуация под контролем. Пострадавшие, конечно, имеются, но их число минимально. Сегодня проходят лечение 6 брещан с диагнозом «местная холодовая травма». Сейчас уже люди просто готовы к тому, что были морозы, потом они несколько ослабли, сейчас они снова окрепли, и они уже настроены на то, что будет холодно и более бережно к себе относятся. Ситуация стабильная, но пациенты поступают как бы все-таки наплывами. Когда градус понижается, их появляется немножко больше. Потом мы их пролечиваем, выписываем. Если циклоны, как говорится, приходят к нам эпизодично, вот с такой же эпизодичностью пациенты и попадают к нам в стационар. На сегодняшний день у нас лечится 6 человек с местной холодовой травмой. С общим переохлаждением в этом году в нашем стационаре пациентов не было. И в нашем стационаре в этом году дети также, слава богу, не поступали на лечение. К выходным в городе над Бугом немного потеплело, а установилась погода с комфортным минусом, приятным зимним солнцем. Настало время, чтобы в полной мере насладиться зимними забавами. И оказались в центре внимания участников оперативного совещания ведомства, которое состоялось на текущей неделе в городе над Бугом. Побывала на мероприятии и съемочная группа нашего телеканала. Тему продолжит Анастасия Стропко. Не первый год – одна из главных характеристик следствия Брещины. Высокая оперативность более половины уголовных дел, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям, в 2016-м расследованы в срок до одного месяца. В некоторых подразделениях эта цифра и вовсе перешагнула 60-процентный рубеж. Решение еще одной важной задачи – оперативного и максимально полного возмещения ущерба – также имеет положительные тенденции. Показатель этот в течение года вырос в полтора раза. Я могу с удовлетворением отметить, что по итогам работы за 2016 год, в соответствии с критериями оценки эффективности следственной работы в пределах республики, Управление Следственного комитета по области заняло первое место. Это важнейший наш показатель и мне очень отрадно, что именно следователи Брещины сильнейшие в республике. Кроме того, Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в своей категории отделов также занял абсолютно первое место. И понятно, что и в пределах области это лучшее следственное подразделение. Следователи Брещины ориентированы не только на установление фактов нарушения закона, наказания виновных и устранения последствий. Большое внимание уделяется профилактике. Интенсивная работа и тесное сотрудничество с иными заинтересованными ведомствами региона позволили существенно повлиять на уровень преступности. В 2016 он стал ниже более чем на 10%. Качественному выполнению задач способствовала и реализация комплекса организационно-практических мероприятий. В их числе подбор и расстановка кадров. По традиции, в ходе итогового оперативного совещания лучшие из лучших были отмечены особо. Определенные успехи в работе есть, но я не хвалюсь. Потому что каждое уголовное дело требует доскональной и глубокой проработки. Но считаю важнее уважение коллег, граждан, с которыми приходится работать. Поэтому мне хочется сказать благодарность, слава благодарности своему руководству, коллегам, родным, которые меня воспитали. Привили определенные черты моему характеру, которые помогают в работе. Я думаю, все это в целом в совокупности послужило тому, что по итогам 2016 года я заслужил такого высокого звания лучший следователь в области. В 2016 году, равно как в ему предшествовавших, работа следователей Брещины включала в себя и социальные проекты. Специалисты ведомства проводили благотворительные акции в учреждениях образования, в том числе и специализированных. Всего было охвачено порядка 380 детей. Участвуют следователи в мероприятиях, приуроченных к важным государственным праздникам и памятным датам. Не оставляют без внимания ветеранов Великой Отечественной войны. Все эти инициативы найдут продолжение в году наступившем, безусловно, в дополнение к основной деятельности. К слову, 2017 в органах следствия объявлен годом принятия дополнительных мер по защите прав и законных интересов потерпевших. А значит, это направление окажется в числе приоритетных. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вспомним тех, кто воевал за пределами отчизны, вспомним тех, кто отдавал свои судьбы своей жизни. 15 февраля в нашей стране – День памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот день, в 1989 году, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, тем самым поставив точку в военном конфликте, продолжавшемся несколько лет. В преддверии значимой для белорусского народа даты мы решили встретиться с теми, кто лично помнит страшные события той войны. Герой нашего открытого диалога – подполковник в отставке, заместитель председателя Брестской городской организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Владимир Цыбаев. Опять приснился бой в горах, холодный ветер бьет, то в грудь, то в спину, кровавые базы на руках, и как бы не поймать от духов мину. Таких историй, как эта тысяча, все они простые, и все никогда не потеряют своей актуальности. Детская мечта героя нашего сюжета Владимира Цыбаева так и не осуществилась. Шутя признается – хотел стать космонавтом, а стал летчиком, но не жалеет об этом. В Афганистане в боевом отряде служил командиром. Вспоминает, задачи ставились самые разные, ни один день был не похож на другие. Мы были уже сформировавшиеся офицеры, мне было тогда 29 лет, и мы понимали, куда попали. В общем, поэтому как бы и готовились к войне, хотя и пору держали сухим. Ну, не думали, конечно, что нас коснется война. Только вот по фильмам, по рассказам своих дедов, отцов, но тем не менее нам пришлось там быть. Прошло уже более 30 лет с тех пор, как Владимир покинул родной дом, сменил гражданскую одежду на военную форму, однако как сейчас помнит свой самый страшный год в жизни, за который он выполнил 385 боевых вылетов. Истории и будоражащих кровь картин из Афгана в его памяти множество. Ветеран признается, война с годами не забывается, наверное, она уже навсегда останется с ним. В одной операции окружили банду боевиков, выбивали их, и в мечети на такой господствующей высоте стоял пулемет ДШК, и вот надо было его уничтожить. Стрелковым оружием невозможно было его взять, и поэтому мой экипаж пошел на сближение, и мы своим стрелково-пущенным вооружением подавили эту точку. За эту операцию я получил орден «Красная звезда». В настоящее время в Бресте проживает около полутора тысяч брестских афганцев. Несмотря на то, что многие из них уже на заслуженном отдыхе, они нисколько не теряют гражданской активности и желание сделать жизнь в городе еще лучше. Они принимают активное участие в мероприятиях, взаимодействуют с другими общественными объединениями, оказывают помощь и поддержку инвалидам, вдовам и семьям погибших, находят время, чтобы встретиться с молодыми защитниками Отечества. Это всегда была традицией нашего народа – помнить о наших предках, ну а в данном случае о тех, кто с оружием в руках защищал интересы нашего государства. И это говорит о том, что и те, кто в дальнейшем будет выполнять эти задачи, они тоже не будут забыты. Продолжая эту тему, отметим, что к тысячелетию Бреста ветераны афганской войны готовят открытие музея воинской славы. Концепция галереи памяти пока в разработке, однако члены Брестской городской организации общественного объединения Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане прилагают сегодня максимум усилий, чтобы этот проект с успехом притворился в жизнь. К другим темам. Получить квалифицированную юридическую консультацию бесплатно. Такую возможность вот уже 15 лет предлагает Брестский государственный университет имени Пушкина. На базе вуза работает учебная лаборатория, в которой студенты юрфака ведут прием граждан вместе с опытными профессионалами-адвокатами. Для того, чтобы получить услугу, достаточно предварительно зарегистрироваться и подобрать удобное время. Опыта у Брестской клиники уже накопилось немало. Поделиться им специалисты смогли накануне в рамках республиканского круглого стола под названием «Права на каждый день». Анастасия Наздрин-Плотницкая с подробностями. Юридическая клиника – учебная лаборатория, существующая в Брестском государственном университете имени Пушкина довольно давно. Казалось бы, одна из многих. Однако это не совсем так. Каждый вторник на несколько часов он объединяет студентов-старшекурсников и юристов-профессионалов, которые общими усилиями стараются помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Вопросы имущественного характера, трудовое законодательство, гражданское право. Ответы и рекомендации в этих стенах получает каждый обратившийся. И для студентов, и для адвокатов эта работа является хорошим практическим опытом. Это очень хорошая возможность практики. То есть я в будущем планирую стать адвокатом, и поэтому для меня это очень хороший шанс практиковаться уже общению с людьми, навыкам поиска решения вопросов, с которыми люди к нам приходят. У дверей юридической клиники всегда есть очередь, в которой можно услышать совершенно разные истории из жизни. Ирина Константиновна на протяжении нескольких лет терпела всевозможные издевательства со стороны работодателя. Полученные психологические травмы сказались на здоровье. Отстоять свои права женщине помогли в юридической клинике. Поэтому уже во второй раз со своими вопросами она обратилась именно сюда. В любой ситуации ты знаешь, куда тебе обратиться. Здесь всегда помогут. Никаких тут таких предвзятых к требованию тебе нет. Здесь всегда вежливо встретят. Здесь всегда культурно с тобой обойдутся. Ответят полно. Только в прошлом году в юридической клинике в Брестском государственном университете получили консультацию и помощь 108 желающих. И таковых с каждым годом становится только больше. Человек приходит на консультацию, рассказывает свою проблему, его выслушивает студент. Адвокат слушает внимательно, проверяет, задает вопросы уточняющие, есть ли необходимость, если студенты не смогли задать, не сориентировались в ситуации. Потом дается неделя на поиск ответа. В это время студент консультируется с адвокатом, проверяет, правильно ли он нашел ответ, находит еще другие варианты решения проблемы клиента. И через неделю клиент приходит и ему дают ответ уже полный по его вопросу, по его делу. Если возникают какие-то дополнительные вопросы, решается вопрос, либо если студент читал бы эту информацию, нашел, есть практика судебная, соответственно он дает сразу ответ. Если нет, тогда может еще быть перенесен процесс на неделю. Претендовать на получение юридической помощи могут малоимущие граждане, а также пенсионеры и инвалиды. Консультирование проходит по предварительной записи и на безвозмездной основе. Причем такой комплекс услуг существует во многих вузах страны. Об этом шел предметный разговор во время республиканского круглого стола, который прошел накануне в Пушкинском университете. Он был посвящен 15-летию существования в Бресте юридической клиники. В рамках открытого диалога специалисты обсудили ряд вопросов, касающихся правовой поддержки малоимущих граждан. Обменялись опытом работы в области реализации юридических программ для школьников. Как показывает практика, существование таких учебных лабораторий вносит свой вклад в развитие гражданского общества. Исходя из опыта нашей клиники, учитывая, сколько постоянно и ежедневно к нам обращаются граждан, можно сказать о том, что эта форма вообще деятельности студентов очень эффективна, поскольку это помогает им становиться профессионалами, то есть развивать свои какие-то навыки общения с людьми, навыки дачи консультации по правовым вопросам. Ну и категории малоимущих граждан, люди, которые не имеют средств обратиться к профессиональным адвокатам, они могут прийти к нам, получить, как мы считаем, качественную юридическую помощь и защитить свои права. Поэтому я считаю, что это клиники должны быть, клиники должны существовать. И вот такие мероприятия, как сегодняшний круглый стол, они как раз-таки доказывают то, что мы должны объединяться и пытаться делать эту нашу работу еще лучше. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Лубовкин специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании буктв.биуай, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Буктв вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 12 февраля город Брест попадает под влияние скандинавского антициклона, сформированного в умеренно прохладной и сырой воздушной массе. Ожидается преимущественно без осадков. Слабый туман и изморазь на отдельных участках дорог гололедится. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха и днем, и ночью будет одинаковой и составит 4-6 градусов ниже нуля. В понедельник, 13 февраля, погоду в Бресте будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. И только днем скажется влияние фронтального раздела, перемещающегося с севера Балтийского моря. Ночью преимущественно без осадков. Днем возможен кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха в ночные и дневные часы минус 5, минус 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова